Всем здравствуйте! Интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня представит вашему вниманию очередную новинку на 4-х ядерном процессоре MDK6589 под названием iOcean X7. Сейчас перед вами модель Young-версия, та которая с 1 гигабайтом оперативной памяти. В дальнейшем, в будущем, планируется выпуск этой же модели, но уже с 2 гигами. Будет она называться версия премиум. Что можно сказать об этой модели? В первую очередь, конечно же, достоинством данного аппарата является Full HD экран. Внешний вид смартфона посмотрим немножко попозже, а давайте пока посмотрим комплектацию и заводскую коробку. Приходит модель оригинальной iOcean вот в такой вот коробке. В комплекте мы имеем кулечек, есть у нас оригинальная пленка, именно под наш iOcean X7. Инструкция. Может быть для кого-то интересная, может быть нет. Поставляется два аккумулятора. Один в обычном вот таком вот кулечке, а второй вот в такой вот упаковке. Аккумуляторы на 2000 мАч у нас. Далее идет переходничок, зарядка и USB кабель. Давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону. Можно сказать, что смартфон выполнен в очень необычном дизайне. Видим мы все, что передняя панель стекла у нас черная, темная. Сзади полностью белый soft-touch. Крышка у нас открывается очень интересным образом. Вот она вот такая, вот она не имеет цельность с корпусом. Вот она вот так вот открывается. Внутри у нас смартфон. Имеет слот под SD-карту, стандартную симку и микросим. Аккумулятор, как уже говорил, 2000 мАч. Вот такой вот у нас динамик также есть. 3D. Смартфон имеет две камеры. Основная на 12 мегапикселей, фронтальная на 5. Есть вот такой вот логотип iOcean. По бокам у нас качелька громкости. Снизу микрофон USB вход. Кнопка включения-выключения. Сверху у нас разъем под наушники. Спереди у нас идет закаленное стекло, которое не царапается. Вот здесь у нас датчики, передняя камера, динамик. И тут сенсорные кнопки. Перейдем непосредственно к самому смартфону. Экран, как вы видите, просто поражает. Сравнивали аналогичные модели с ZOPA 980, UMI X2. Экраны ничем не отличаются особо. Разрешение, напоминаю, Full HD 1920 на 1080 пикселей. Давайте посмотрим, что же показывает данный смартфон в Antutu. В Antutu набрал смартфон 11571. Из технических характеристик можно увидеть, что это именно iOcean X7. Что в процессоре MTK6589 частота. Процессора максимально 1,2 ГГц. Разрешение экрана DPI 480. Показатель очень высокий. На борту памяти у нас 4 Гига. Объем оперативной памяти Gigabyte. Работает с карточками памяти. Ну, если честно, не проверяли, так как не всегда это нужно. Я уверен, что работает и 32, и 64 поддерживается. Основная камера 12,6. Фронтальная. Говорил 5, на самом деле 2. Но 2 реальных, потому что очень хорошая фронтальная камера. 4,2,1. У нас прошивка Android. Версия сборки. Так, идем дальше. Что у нас из датчиков? Давайте проверим датчики в Z-Device Test программки. Из датчиков у нас есть полноценный Wi-Fi, Bluetooth. У нас есть рабочий компас. Кстати, в телефоне, в отличие от многих сырых версий, таких как у Mix 2, первых вариантов, рабочий GPS. GPS мы протестируем чуть позже, потом это все увидите. Есть датчик приближения, адекватно работающий. Есть датчик освещенности. Изменяется. То есть можно пользоваться автоматической яркостью. Также есть у нас гироскоп, полноценный гироскоп, который понадобится как в программах, так и в играх для игроманов. Экран у нас пятиточечный. Мультитач достигает пяти точек. Шестое. В принципе, это стандартно. Этого достаточно. Что у нас по интерфейсу. Интерфейс у нас стандартный, заводская прошивка. Мы их не трогаем, не меняем, потому что все работает хорошо. GPS ловится. Флэш-плееры, все установлено. Вот у нас есть несколько софтин китайских, которые нам абсолютно не мешают. Все основные настройки у нас идут на русском языке. Вот информация о телефоне. Смартфон, на удивление, работает очень быстро. Сравнивали с теми же аппаратами на 1920-1080 пикселей. Все супер. На этом, на iOcean XM, работа игр практически такая же, как на моделях с HD-разрешением. То есть практически ничего не тупит. При этом мы даже не запускали слабенькие игры. Сразу же запускаются самые мощные. Экран супер. Я вам сейчас постараюсь продемонстрировать. У меня закачано несколько картинок в Full HD-разрешении. То есть я вам постараюсь продемонстрировать углы обзора. Хотя бы примерно, чтобы вы понимали, что аппарат стоящий. Экран супер. Просто других слов подобрать я не могу. Как еще охарактеризовать этот дисплей. Преломлений нет никаких. Работает превосходно мультитач. Масштабирует. Увеличивает. Дальше. Идем, посмотрим работу с браузером. Смартфон способен прогружать любые сайты. Удобно пользоваться ним и в альбомной ориентации, и в книжной. Подключен у меня смартфон к Wi-Fi. Прогружает все страницы быстро. Тяжелые сайты с многочисленным количеством графики тоже работают отлично. Прогружаетесь в Allowance. Прогружаетесь в новом доме. Похозяйду. Продолжение следует... Так, давайте посмотрим, как у нас работает смартфон с YouTube. У нас там очень красивый был динамик. Посмотрим, насколько громко он работает. Друзья мои, настал тот самый момент, к которому мы так долго шли. Сейчас мы увидим результаты телефонного и SMS-голосования. Режиссёром, постановщиком. У нас всё поделилось на когорты, поскольку у нас была... Привет, танкисты! В этом выпуске нам предстоит узнать о настоящем... Мне не нравится слово «бомба». Оно какое-то такое негативное. Да ты бомба! У меня где встретиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте также посмотрим, как у нас снимает камера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю всем, что камера... Камера снимает видео в Full HD. Примеры видео и фото вы также сможете увидеть в описании к данному обзору. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть видим, что камера у нас очень хорошая, фокусируется отлично, рабочий автофокус. Я говорил, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Пиздец, блядь, наконец-то... В целом, что мы имеем? Смартфон у нас новый. Работают все заявленные функции GPS, рабочий. Корпус очень интересный. Тут сзади soft-touch, он не царапается и не остаётся на нём отпечатков пальцев. Смартфон очень тонкий. Первый раз, когда увидел, подумал, что если буду обладателем данного смартфона, то его очень опасно ложить в джинсы, так как можно просто раздавить, треснет, лопнет, поломается. Очень тонкий аппарат. Супер у нас экран. Экран IPS-матрица, Full HD разрешение. К минусам можно отнести вот такая вот крышка. То есть, крышка сама по себе имеет необычную конструкцию. И из-за этого, ну вот в некоторых местах, скажем так, видны вот эти вот люфтики небольшие, маленькие. Я не могу сказать, что это большой минус. Это придает, данная крышка придает какой-то шарм данному смартфону. Но кому-то может это не понравиться. Люди разные есть. В целом же смартфон за эти деньги, напоминаю, что стоит он дешевле, чем W8+, чем аналогичные Zopa 980, чем UMI X2. Он дешевле. По качеству, по работе ничем не хуже. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Всем здравствуйте. Интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня предоставляет вам ваш... р-р-р-р-р-р-р-brr. Продолжение следует...